Следующему гостю. И у нас сейчас тема будет очень интересная, потому что мы поговорим о интересах и других стран. Что же мы все только о России и Украине? Тут у нас игра очень большая намечается. И я знаю, что этот человек великолепно осведомлен в геополитических вопросах, потому что это Гарри Табах. Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте. Я вас не слышу. Ага, все. Здравствуйте. Гарри, ну тут я сегодня пообщалась с Финляндией, почитала новости, послушала очень много разных политических экспертов и поняла, что Российская Федерация походу затеяла очень нехилую войну по всему миру. Так ли это? Ну, я с первого дня говорил, что идет мировая война. Все эксперты, политологи, журналисты говорили, там, это Украина воюет с Россией. Нет, это Россия воюет со всем миром, а, к сожалению, пока что за весь мир воюет только Украина. Но, да, они развязали войну по всему миру. Это я, ну, как по мне, так это очевидно. Япония и Аукус. С одной стороны, трехсторонний альянс Британия, Австралия, США пригласили Японию. Я знаю, что в прошлом году общались эти же страны по поводу подлодок, сейчас общаются по поводу киберзвукового оружия. В начале апреля они уже объявили о сотрудничестве. И вот такой вопрос. Очень сильно нервничает Китай и Российская Федерация по этому поводу, потому что эти две страны уже заявили о международных отношениях, вступающих в новую эпоху между двумя странами. То есть занервничал Китай, занервничала Россия. Так я понимаю? Я не уверен, что Китай сильно нервничает, Китай сидит в стороне, смотрит. И если кому и выгодна эта война, то она выгодна Китаю в первую очередь. Больше всего она, конечно же, не выгодна России. Россия проиграет и проиграет очень крупно в этом. То есть Китай выиграет. И у меня даже где-то такая, ну, это, конечно, анекдотически я хочу поделиться, но у меня иногда закрадывается такая мышь, чтобы был такой договор. Потому что если вы посмотрите, откуда сейчас в основном погибают бойцы российские, они как раз вот из этих пограничных мест с Китаем. И, конечно же, там будет нехватка мужчин, молодых мужчин, их убивают оттуда все. И приедут туда китайцы, там живут женщины, которые в конце концов заплодят это место Китаем. И Китай расширится до самого Урала. То есть экспансия будет более утверждаться? А за место этого России пообещали вот эту часть, там половину Украины. Так что так как бы перемещаются они на запад немножко. Но от Украины не ожидали этого. Украина дала и дает сильный отпор. А Китай все-таки хочет занять ту территорию. Поэтому эта война выгодна Китаю и экономически, и политически, и территориально, я считаю. Так что я не думаю, что Китай занервничал. Но России нервничать надо было уже давным-давно. Как только КГБшники приходят к власти, нужно нервничать. Я так понимаю, что слабая Россия выгодна сейчас не только США, но и Китаю. И не только по вопросу Сибири, а еще и по вопросу Африки. Какой интерес России и Китая в Африке? И почему они стали оппонентами друг друга? Ведь пока воюют в Украине, сейчас у нас здесь происходит геноцид. Никто не обращает внимания на то, что в мире происходит. У нас, на секундочку, есть очень богатая ресурсами Африка. Где по случайной, вообще по совпадению, нечаянно столкнулись интересы и Китая, и России. Ну и кинуть камень в огороды Украины. И также идет сейчас война и в Израиле. Но никто не обращает внимания, что Израиль под атакой. И Украина, кстати, несколько дней тому назад проголосовала в ООН вместе с Россией против Израиля. Чтобы Израилю не поставляли тяжелое оружие. Вот такая у нас политика. Иногда замкнутый круг. Но сейчас, конечно же, мы должны концентрироваться на Украине. Потому что Украина, это такая, на острие копья, воюет против этой мерзости и злодеев. Да, идет, когда мы уходили, Соединенные Штаты. Опять же, я не буду упоминать, при какой власти и при какой администрации мы уходили. Очень быстро из Африки со своим влиянием и интересами в Африке. Мы думали, что это будет заполнять Россия, этот вакуум. Но, к нашему сюрпризу, это было то, что начала очень быстро заполнять этот вакуум Китай в Африке. Потому что Африка богатая и ее легко колонализировать. А Китай это стал делать очень быстро. И когда Россия уже опомнилась и тоже туда начала входить, потому что, в принципе-то, Африку все это время кормил Советские Союзы России. Это же их инвестиции там. Они им должны деньги, как бы. То уже было поздно, что уже Китай там занял все центральные и ключевые позиции. Поэтому, да, у них небольшая конкуренция в этом есть. Но, опять же, в этой конкуренции проиграет Россия и уже проиграла. Поэтому Россия это опасная, непредсказуемая, ну, если честно говорить, бешеная собака. Вы сейчас процитировали Ивана Бугуна, великого полководца, который говорил то же самое. Я хочу вам сказать... Серьезно? Да. Я хочу вам сказать, что мне война в Украине, хотя я нахожусь в середине, но вот она мне напоминает эффект домино. Вот сейчас в Украине идет активная борьба. Мы воюем за свою свободу. Но точно так же начнутся очаги возгорания. Вот сейчас все конфликты, которые годами просто, они замалчивались, договаривались, передоговаривались. И вот сейчас все эти меморандумы и договоренности, они просто разлетятся, как карточный домик. И один за другим начнут взрываться самые опасные места, в том числе и Курилы. Будет ли битва России с Японией? Да, я вот хочу вам сказать, что, наверное, надо бы вам, вас, чтобы выбирали в политике. Потому что это очень мудро, что вы говорите. История нас постоянно учит этому, что это только начинается с ивреев, а потом это начинают истреблять всех подряд. Это только начинается с одной какой-то, с чеченцев. Но потом эта война расползется и приползет в Украину, и в Молдову, и в Беларусь. Да, войны имеют эту тенденцию, что они расползаются и они начинают захватывать другие страны. Это как инфекция, как зараза. Если ее не лечить, если антибиотиком вы сразу не начнете пользоваться, то потом придется ее хирургически вырезать, эту инфекцию. А она может еще вообще по всему телу разойтись. Война — это инфекция, диктаторы — это инфекция. Особенно такие, как Гитлер, Сталин, Путин, Мао Цзэдун — это такие очень опасные инфекции, которые надо лечить моментально. Но если мы выпускаем это, то они, конечно же, по всему миру расходятся. И, конечно же, сегодня, я не думаю, Китай как переживает, как переживает Япония. Потому что это ближе к Японии. Ну и понятно у нас, что и Финляндия сильно переживает. Это в той степени, что уже готова вступить в НАТО. И вот тоже получается, что Россия как бы говорит... Что они за пару недель хотят вообще все рассмотреть. Да, потому что Россия говорит, мы против НАТО, мы не хотим, чтобы НАТО расширялось. Но как насчет, если вы не будете нападать на своих соседей и не будете у них отнимать землю, то, может быть, они не будут вступать в НАТО или не будут вспоминать, что Курилы-то их, раз вы уж так себя ведете. И поэтому это не остановится, пока кто-то не сломает хребет этому бесу, этому исчадию ада. Оно будет расползаться и будет укрепляться. И вот сегодня мы видим, пока Запад опять рассматривает, опять смотрит, как помочь Украине, какое оружие Украине нужно. Когда уже президент Байден подпишет land lease, и что они рассматривают, и сегодня замминистра обороны она сказала, что мы рассматриваем давать тяжелое оружие Украине, а мы опять продолжаем рассматривать. Должно было быть это рассмотрено полгода тому назад уже, и даже в 2014 году. Они все до сих пор рассматривают. Конечно же, это воспринимается Путиным и его окружению как слабости, особенно такими... Ой, язык у меня не поворачивается его назвать генералом, как генерал Дворникова. Знаете, этого беспредельщика и кровожадного маньяка. Ну, насколько я сегодня мониторила перед нашим интервью повестку Дня Америки и повестку Дня Российской Федерации, Америка с Россией уже обменялись официальными любезностями. Вот сказали действительно Кейтлин Хинкс, сделала громкое заявление о готовности штатов рассмотреть возможность поставок, и сразу же ответка от Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что РФ будет рассматривать перемещение вооружения и поддержку военную США и НАТО Украине как вмешательство в урегулирование спецоперации. То есть они автоматически ставят под удар как бы и страны НАТО в том числе. Вот, это действительно такая была дипломатическая многоходовочка, учитывая то, что Финляндия сегодня с утра сказала, нам две недели нужно для того, там две-три недели, чтобы вступить в НАТО, а еще там позавчера они собирались только к лету рассматривать заявку. Ну и Россия сразу же послала какие-то еще колонны опять металлолома с пушечным мясом в сторону Финляндии. Наверное, это хорошо для Украины, что они оттягивают какие-то свои войска в сторону Финляндии. Но опять вот это запугивание, они видят это как слабость. И, конечно же, они читают, это звучит как, но опять же звучит, мы будем рассматривать возможность поставки такого оружия, рассматривать возможность. Знаете, это такое двойное, что это может быть. Может быть, может быть, мы это будем делать. Но пока что это не делается, это все разговоры. Надо, чтобы как можно быстрее президент Байден подписал land lease, который проголосовал весь наш Сенат единогласно, то есть американский народ за это, и поставлял то, что необходимо Украине на сейчас, моментально, сегодня взлетел. Такое было у нас в истории, когда президент принял без Конгресса, без Сената решение помочь Израилю в 73-м году президент Никсон. Хотя Киссинджер, его помощник, говорил, что этого не стоит делать, потому что евреи все равно за вас не голосуют, а арабы все равно выиграют, и это уже все проиграно, все забудь. Такие, Израиль чуть не прыгал. Но президент Никсон сказал, что надо оставаться на правильной стороне истории, и я помогу Израилю. И в один день все наши геркулесы взлетели, доставили нужное оружие Израилю, и Израиль разбил в пух и прах все арабские армии, и еще захватил весь Сенат, территорию, которая там в 10 раз больше, чем сам Израиль. Вот, понимаете, это было. Поэтому сейчас я слышу, что президент Байден хочет это привязать к какой-то дате, это описание этого документа. Опять же, это политика, которая противна, от которой тошнит, что они все равно рассматривают и тянут резину привязать к какой-то дате. Потому что 9 мая он хочет, что ли, это привезет, к параду на Красной площади подписать ленд-лис. Ну, сама идея, что ленд-лис уже проголосован Америке, то, с чего не было сделано со Второй мировой войны, это уже показатель, что мы тогда это сделали, чтобы победить фашизм, а сегодня мы это делаем, чтобы победить вот этот русский мир, или путинизм, как хотите это называйте. Кстати, в прошлый раз мы с вами как раз говорили о тяжелом оружии, которое находится в Германии, о танках, которые нам просто необходимы, потому что воевать на востоке Украины очень сложно. Это степь, и нам нужны танки. Вы меня слышите хорошо? Я плохо вас слышу, но я слышу, да-да. И нам нужны танки, которые будут стрелять на длину, длину, да, дистанции. Дальность. Дальность, прошу прощения. Я просто с украинского перевожу, мне очень сложно на самом деле. Дальность 70 километров, да. И вот Германия нам дает эти танки. Причем изначально была такая ситуация, что Штанмайер хотел приехать к нам, но Владимир Зеленский сказал, что как бы не стоит приезжать. И даже МИД Германии выразили сожаление по этому поводу. Получается такая ситуация, вот между строк читается, сейчас Европа, у нее с одной стороны Запад, и страны НАТО, да, вот прикрывают спину, а с другой стороны они прямо сейчас в лицо посмотрели Российской Федерации. И у них между Российской Федерацией и Европой есть одна страна, Украина. И по факту сейчас нужно определяться, что либо тебя бьют, либо ты помогаешь, чтобы тебя защищали. Так получается? Да, все верно, вы все верно рассматриваете это. И вообще-то должен был взять эту эстафету лидер мировой демократии, флагман, это Соединенные Штаты Америки. Наш президент давным-давно должен был уже быть в Украине. Но эту эстафету перенял Борис Джонсон, Великобритания. Thank you, Борис Джонсон. Он делает отлично... Стоит на правой стороне истории, он делает правильные вещи, и Украина таким образом показывает всему миру, как надо делать, как надо драться, как надо любить свою страну, как надо любить свободу. И лучше умереть на ногах, чем на коленях. Я думаю, что в Мариуполе уже показывают, что такое Азов и что такое ваши морские пехотинцы, что 300 спартанцев занимают уже второе место. К сожалению, Азов до сих пор в Соединенных Штатах отмечен как террористическая организация. Его еще не сняли. Там разные исламистские организации уже наша администрация сняла со списка террористов. А вот Азов еще пока что там находится, к сожалению. Это, опять же, показательно, сколько сегодняшняя администрация поддерживает Украину. Насчет танков, леопардов и боевых бронированных машин, или БМП немецких, конечно, они очень хорошие. Можно сказать, передовые в мире, которые очень нужны Украине. Это не вот эти старые советские танки и БМП, и БТР, которые сейчас Америка согласилась, что там бывшие страны Советского Союза могут передать Украине из своих законсервированных. Это гробы на гусеницах, поэтому россияне их и бросают. Они понимают, что сегодня в современной войне они не годятся. А вот немецкая броня и немецкая маневренность, немецкие технологии, опять же, мы сравниваем Запорожец с Мерседесом. Это, конечно, совершенно другое оружие. Это совершенно оружие другого поколения леопарды. Но немцы говорят, что это займет 6 недель. Вот почему 6 недель? За 6 недель все уже давным-давно может. Решиться в Украине. И Украине это нужно вчера, а не через 6 недель. Ну, они объясняют это, что нужно обучение, что нужно тренировать. Ничего подобного. И точно так же, как они говорили, там с самолетами и со всем остальным. Я разговаривал и с нашими танкистами, я разговаривал и с летчиками. У меня в семье военные летчики есть. И они говорят, нет, если ты можешь ездить на Жигули, на Ниве, то переучиться ездить на Тесле долго не займет. Это займет день, два, а то и несколько часов. То же самое с бронетехникой. Это Мерседесы. И если вы можете ездить на Ниве или на тракторе, то вы явно сможете ездить на Тесле. Просто это там технологии, это высокие технологии. Но, опять же, надо понимать, с кем мы имеем дело. Украинские летчики — это молодые, умные, быстро реагирующие парни, которые выросли на всех этих играх, на всех этих компьютерных вещах. Долго им не займет это сделать. Это крем, долокрем общества летчики-истребители. Они быстро это все перенимают. Они вообще быстрые по своему складу ума. И танкисты ваши тоже не тупые. Они моментально переучатся и моментально сообразят. Это все молодые люди вашего возраста. Гарри. ...на компьютерных играх. А это технологии, они построены для этого. Они построены для солдат, которые выросли на этих играх. Наверное, меня посадить туда — да, я буду тупить. А молодые люди — нет. Гарри, а у меня такой вопрос. А возможно ли такая ситуация... Я вас не слышу совсем. Я не слышу. Вы меня лучше слышите? Сейчас да, сейчас да. Возможно ли такая ситуация, что Германия ждет, чем закончатся выборы во Франции. Поэтому они откладывают на шесть недель. Сейчас второй тур выборов. И неизвестно, кто победит. Победит Лапен или победит Макрон. А Германия и Франция всегда были союзниками в Евросоюзе. «Потеряй мощного союзника в Евросоюзе, и твою спину в Евросоюзе некому будет прикрыть. Сразу же могут сделать ставку на другого лидера». То есть они параллельно еще и думают о своих внутренних таких интересах. Чрезвычайно политично. Я человек военный простой. Я так глубоко не разбираю в этом. Все возможно. Я думаю, что у Германии просто все равно по инеркции никак не может... Ну, северный поток, вы понимаете, северный поток – это очень важно для них. А без России, без Путина северного потока нету и так далее. Поэтому играют в разные игры, еще надеются на что-то. Но люди же там тоже имеют голос в Германии. Поэтому они говорят, нет, мы не будем быть страной, которая даст Гитлеру только в другой теперь стране поднять голову и совершить преступления, которые происходили от нашей страны тогда. Я думаю, что там люди очень чувствительны к этому. Единственное, что я могу сказать про Францию, опять я не слежу за это. Но я уже даже на вашем правдивом канале. Есть журналисты, есть там спектр, которые говорят, только не Лапен, только не Лапен. Потому что Лапен любит Путина, потому что Лапен снюхан с Путиным. Повторяется история про Трампа. Вот он снюхан с Трампа, только не он. А получается наоборот. Я думаю, что Макрон больше расположен к Путину, чем Лапен. Лапен может быть говорить, но это там жесткая нациалистическая подход. Поэтому они найдут намного больше общего с украинцами, которые тоже нациалистически дерутся за свою страну, за свое существование. Поэтому нельзя сразу все сводить к тому, что кто любит Путина, а кто не любит Путина. И вообще в политике, я думаю, люди друг друга не любят. Такого нет. У нас говорят в Вашингтоне, если ты хочешь, чтобы тебя кто-нибудь любил, заведи себе собачку. Тут я с вами абсолютно согласна. Сейчас время коротковременных союзов. Причем эти кружки по интересам очень быстро как сходятся, так и расходятся. Быстро, да. Хочу еще спросить. Сейчас каждая страна в Европе задумывается о том, кто будет следующий. И очень много стран вооружаются. И очень много стран сейчас максимально аккумулируется. Как вы думаете, как повлияет на союз НАТО вот такая вот ситуация, когда они между молотом и наковальней? И сколько есть времени у стран НАТО, чтобы аккумулировать свои силы и быстренько встряхнуться? Потому что время тоже у них полгода. Вот я сегодня говорила с финнами, они говорят, мы понимаем, что у нас месяца 3-5. Я говорю, какие вы реалисты, молодцы. Да, у балтийцев и этого нет. Потому что как только Путин заполучает по договоренности те части Украины, которые ему, наверное, были обещаны, наверное, я не знаю, это похоже так, то ему потом придется пробивать путь, как сейчас Крыму ему нужно, то ему надо будет пробивать к Калининграду. Калининград тоже отрезанный санкциями, Калининград ничего не будет получать. Поэтому через балтийские страны ему придется пройтись к Калининграду. Это следующее. Поэтому, конечно же, разные натовские страны реагируют по-разному и подготавливаются по-разному к этому. Германия, например, не спешит. Германия вообще была против Украины, чтобы она там вступала. Ну, Северный поток, там был Северный поток. И комсомолка эта из штази, которая управляла Германией 20 лет. Все, как говорится, картина маслом. Хотя я не хочу говорить, как этот актер говорил, потому что он сейчас выступает за Путина. Вот, а не наш он. Гоцман его фамилия была, да, в ликвидации. Не такой парень, как он играет в кино. Но такое бывает. Поэтому, конечно же, разные натовские страны реагируют по-разному. И НАТО, к сожалению, я думаю, что сейчас весь мир должен будет пересмотреть, что такое НАТО. Как, что случилось в Афганистане с НАТО. Как отношение к Украине так оказалось с НАТО. Украина и в Афганистане, и в Ираке воевала с НАТО все эти годы. А когда на Украину напали, они вдруг сказали, ну, знаете, Украина это не НАТО, страна НАТО. Значит, это надо будет пересматривать сильно. Так же, как и ООН в Совбезе. Россия будет оставаться в Совбезе ООН. Или вообще в ООН она будет оставаться. Потому что так дальше нельзя нам жить. Мы не сможем так дальше жить. Мы все время будем под страхом ядерной войны, химической войны и так далее. И так же Евросоюз. Может быть, это прекрасно, что Великобритания вышла из Евросоюза. Иначе бы она не смогла так быстро реагировать. Борис Джансон не смог бы так помогать. И кто знает, как бы это обернулось Украине. Сегодня, слава Богу, уже опасность от Одессы отошла. Гарпуны там. Русские корабли близко не подойдут. Они знают, что гарпуны их потопят. Thank you, thank you, Prime Minister Джансон. Ну, и так далее, и так далее. Каждый, конечно же, мир надо будет пересмотреть очень сильно. Как будет, я не знаю. Хотел бы вам ответить, как будет, но я не всевидящий. У вас достаточно экспертов всевидящих там. Я вам хочу подкинуть идею для следующей беседы. Смотрите, Великобритания — это единственная страна, в которой сохранилась монархия. Хотя, вроде бы, по факту монархии там нет. Да, вот там номинально сидит английская королева. Но до Юре без решения Буткингемского дворца не проходит ни одно политическое вмешательство в мире. То есть они не утратили, невзирая ни на что, пережив все революции, не утратили своего веса. И на что я обратила внимание, что когда у нас начались события в Украине, и Индия активно начала сомневаться, что происходит в Украине, а за кого нам выступить, за Россию или выступить вот-вот за Украину, семья старшего внука английской королевы поехала в Стурне. А мы все прекрасно знаем, что когда семья королевы едет в Турне, у них поднимаются рейтинги. И вот это Турне тоже оказало свое какое-то влияние. Вроде бы просто милая семейная пара улыбалась, но тем не менее в великий дух Британии снова стали верить там, где уже как бы немножечко начали сомневаться. И тут мы видим параллельно активную политику Бориса Джонсона. Мягко выражаясь, Британия напомнила, Индии с кем лучше дружить. Это так получается? Это абсолютно верно. Но я думаю, что там целый букет вещей. Опять же, я сейчас, мне сказали, обвинить в трампизме и там еще, но это не обходится и без этого. Потому что если взять Индию и Пакистан в противостоящие стороны, Соединенные Штаты всегда поддерживали Пакистан, хотя Пакистан не наш друг, это явно. И Советский Союз поддерживал Индию. То есть, самый большой клиент оружия, закупки оружия советского и российского потом, это была Индия. Это самый был большой клиент. Так вот, при президенте Трампе это изменилось. Он вышиб Россию из продажи оружия Индии. И теперь Индия не так зависит от России, потому что она должна противостоять Пакистану и Китаю. как она теперь зависит от Соединенных Штатов Америки, потому что оружие поставляем теперь мы Индии, продаем за очень хорошую цену. Это сделал президент Трамп. Так что сегодня мы тоже можем видеть, что не только королева, но и то, что было сделано несколько лет тому назад Соединенными Штатами Америки и предыдущей администрации. Теперь Индия более свободно может и не так лояльно относиться к России. Будь она продолжать покупать оружие у России, Россия была бы самым большим снабженцем оружия для Индии против Китая и Пакистана, Индия могла бы сегодня занять совершенно другую позицию против Украины. Но как видим, что Индия сделала правильное решение, потому что смотря сегодня на так называемую силу русского оружия, мы видим, что оно дрянь по сравнению с сегодняшним 21 веком оружие. Так что Индия правильно сделала, что перевооружилась в первую очередь для себя. Но как мы видим, и как вы говорили, это эффект домино, сегодня это отразилось позитивно, положительно, видите, мне тоже трудно по-русски говорить, положительно на Украине. Огромное вам спасибо, Гарри. Я думаю, что мы увидимся уже в скорое время. Дорогие уважаемые зрители, а я передаю марафон нашего прямого эфира моему коллеге Александру Бухтияру. Спасибо. Продолжение следует...